Назови пять произведений Пушкина. Каких ты знаешь? Александра Сергеевича Пушкина? Да. Самое главное, которое я знаю, для меня, самое важное в моей жизни, это фильм «Чёрный принц». Подожди, но это фильм. Надо произведение назвать. Пять произведений Пушкина. Слушай, не мучай меня, пожалуйста. Ну мы же... Озвучь теорему Пифагора. Ты помнишь её? Теорема Пифагор? Это какая-то... Ни по какой теореме. Вот я могу сказать на примере моей травмы бедра. Я не знаю, кто написал, какие издания. У меня есть мои книги. Теорему Пифагора мы не стали озвучивать. Ты её не помнишь? Пифагора мы посылаем. Всё правильно? Пифагора я вообще не знаю. В каком веке жил Иван Грозный? Да фиг его знает. Сколько оборотов Солнце совершает вокруг Земли за год? Ну, 360 раз, потому что 360 дней в году и 360... Солнце вокруг Земли. Вокруг Земли? Да. Слушай, я тебе хочу сказать, что мне вообще без разницы, сколько это происходит раз, потому что самое главное, что я это Солнце вижу каждый день, просыпаясь в своей спальне. У меня спальня 102 метра квадратных. У тебя сколько? А знаешь, какой правильный ответ на этот вопрос? А какой? Ноль раз, потому что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. Слушай, это всё тебе так кажется, или твоим людям, которые тебе написали, вот это всё. А у меня Солнце... И последний вопрос. Ну, и потому что я в этом потоке... И это самое главное. Сколько пар хромосом у человека? Чего-чего за материнные слова-то сказала? Сколько пар хромосом у человека? У тебя сколько пар хромосом? Это что ты такое сказала? Ну, у человека есть пары хромосом. Это что? В каждом человеке их. Что ты? Скажи просто число какое-нибудь, а вдруг угадаешь. Нет, ты сейчас серьёзные вещи говоришь или нет? Ну, ты ж наука установила, что у каждого человека определённое количество хромосом. А я тебе скажу, что наука – это всё тоже не очень.